Книжный провал представителей саратовских правоохранительных органов распутали криминальную историю, которая по праву достойна авторства одного из классиков детектива. Журналисты уже успели придумать и название для этого замысловатого рассказа. Пропажа в госархиве. Именно из этого учреждения исчезли 46 раритетных церковных книг. Стоимость похищенного потрясает. Более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Несмотря на весь замысловатый антураж истории, сама схема кража оказалась довольно банальна. Да и вычислить похитителя было просто. Он разместил в интернете объявление о продаже книг, указав свое имя и телефон. Вынес, а точнее выкинул во двор через окно архива старинной книги 27-летней начальника одного из отделов учреждения. Причем, по словам полицейских, мужчина давно работал в архиве и, конечно, знал реальную стоимость книг, но отчего-то продешевил. Уникальную коллекцию из 46 фолиантов, датированных 1821-1885 годами, он выставил на продажу всего за 30 тысяч рублей. Поэтому и потенциальный покупатель нашелся мгновенно. Половина Алексея, вы задержаны по подозрению в совершении преступления, предстоящей статьей 164 главного форума Российской Федерации. Хищение предметов, представляющих особую культурную и историческую ценность. Что, не по этому поводу можете пояснить? Я не знаю, звали его Алексей. На сайте была указана одна книга, тысяча рублей. Но в процессе покупки он сделал скидки. На данный момент подозреваемый уже признал свою вину. По словам правоохранителей, каких-то обстоятельств, которые могли бы подтолкнуть его к краже, не было. На зарплату не жаловался, близкие родственники ничем не болели. Скорее всего, молодой человек просто хотел разжиться. Теперь захищение документов особой ценности ему грозит до 10 лет тюрьмы. Со дня на день похищенные метрические книги, сводные реестры записи актов гражданского состояния, а также другие значимые пометки из жизни населения конкретного уезда, например, смена вероисповедания, будут возвращены в государственные архивы. В то же время ведутся поиски еще 11 похищенных мужчин из старинных книг. Продолжение следует...